Перекресток улицы Чкалова и Ленинградской. Ночью этот участок дороги не регулируется светофорами. Именно здесь сегодня ночью произошло ДТП с участием двух автомобилей. На место происшествия немедленно выехали сотрудники поисково-спасательной службы. Звонок в дежурную часть поступил около двух ночи. И уже буквально через пять минут спасатели были на месте. Однако еще раньше рядом с пострадавшими автомобилями собралась толпа. Около 30 человек кавказской национальности. В обязанность группы, отправляющейся на вызов, также входит фото- и видеосъемка места ДТП. Но зафиксировать произошедшее спасатели не успели. Когда начали съемку, набежала толпа лиц кавказской национальности и начали отобирать фотоаппарат. Они завалили моего спасателя. Я побежал к нему на помощь. Он передал мне фотоаппарат, но и меня тут же толпой заломали руки. Фотоаппарат отобрали и начали фотоаппарат перекидывать друг к другу, как мяч, при этом бить об асфальт. В результате служебный фотоаппарат стоимостью почти в 16 тысяч рублей был сломан. Легкие побои получили и сами спасатели. За помощью Владимир обратился к сотрудникам полиции, которые также дежурили на месте аварии. Но должной реакции, по словам Владимира, не последовало. Обращался к сотрудникам ГАИ. Они вроде поначалу подошли к этой толпе, по одному так чуть-чуть начали разговаривать, проводить беседу. Это они проводили беседу в то время, когда нас уже троих ломали. Поэтому я скажу честно и открыто, что сотрудники полиции бездействовали. За 15 лет работы Владимир Кублицкий с подобным случаем столкнулся в первый раз. Впрочем, у самих сотрудников полиции версии произошедшего немного другая. За слов сотрудников ГИБДД, находящихся на месте происшествия, они незамедлительно отреагировали и приняли меры к тому, чтобы предотвратили причинение телесных повреждений данному гражданину. По данному факту поступило сообщение в отдел полиции «Центральный». Выехала следственно-оперативная группа, проводились проверочные мероприятия. Все обстоятельства этого дела сейчас выясняются. Полиция уже занимается поисками кавказцев, которые скрылись с места происшествия. Также ведется работа по установлению свидетелей и виновников ДТП. Светлана Тулунова, Лев Нескромный, Время новостей.